Привет, мои маленькие любители велосипедизма! Мы находимся на самой красивой полянке нашей необъятной купавны, о чем свидетельствуют разбросанные тут и там упаковки из-под презервативов и вешалочки из-под женских трусиков. И именно в этом, в прекрасном месте, окутном такой эротической аурой, мы будем обозревать монстра Франкенштейн. Это что, велосипед? Сколько он стоит? Сколько он едет? Это вот топ-4 самых популярных вопросов, которые вам будут задавать, завидя на этом чудо-агрегате. Я уверен, что и вы сами задали себе вопрос, когда его увидели. Те из вас, кто реально разбирается в байках и кто интересуется историей велосипедного туризма, особенно если вы копали настолько глубоко, что давным-давно, когда были еще студентами или, может быть, школьниками, смотрели фильм Тима Коупа, австралийца-путешественника, который вместе со своим другом вот на таких вот, с позволения сказать, лигерадах отправились через всю Россию до самого Китая. И черт возьми, как они ехали по бездорожью, я даже не представляю. Потому что на этом велосипеде по бездорожью ехать вы вряд ли захотите. Помню, что сказал мне один русский друг, когда я впервые заговорил с ним об этом. Ты не проедешь и 100 километров, как тебя ограбят. Ты замерзнешь зимой. Ты потонешь весной от тающего снега. Как говорили мне русские, это невозможно. Пожалуйста, не обращайте внимания на те бутылочки с горючими жидкостями, которые находятся позади меня. Дело в том, что сразу после этого обзора полянку уже забронировала другая пара, которая будет заниматься с различными удовольствиями, поэтому мы это не трогаем. А я хотел бы вам рассказать про Ринцлер. Вообще, если вы не знали, то вот этот байк, это детище, ну, обычного русского парня, которого зовут Севолод. Я с ним познакомился на выставке Bike Expo два года назад, и он показал мне свои, ну, можно сказать, первые велосипеды. И спустя год чувак реально не остановился на достигнутом и построил вот такого вот мерзавца, которого дал мне покататься на целых две недели. Две недели я катался на нем, пока погода позволяла, и сделал очень много интересных выводов. И надо вам сказать, что до сего момента на подобного рода лигерадах я еще не катался. Наверняка вы думаете, что на таком тяжелом, большом, грузном с виду велосипеде ты не разовьешь нормальной скорости. Наверняка вы так думаете. Но, как оказалось, на этом байке можно чапать почти под тридцатку по асфальту. И при этом, при всем, ваш сокаталец, который будет ехать на МТБ байке, имея неплохую физуху, будет за вами, ну, так прям серьезно вкручивать. А вы при этом, ну, не будете чувствовать какой-то усталости. И это очень интересно. Дело в том, что при таком положении вашей попы и ног образуется своеобразный рычаг. То есть вы спиной, как бы упираясь в спинку, можете давить на педали и прикладывать, мне кажется, гораздо больше усилий, чем если бы вы это делали стоя на педалях. То есть, по сути, вы как бы педалируете все время стоя. Он очень бодрый и быстро разгоняется, несмотря на всю его такую вот кажущуюся грузность, несмотря на то, что он такой длинный, несмотря на то, что он такой, ну, тяжелый, действительно. Это очень скоростной велосипед. Это для меня было открытием. Поэтому любители туризма по асфальту, бреветчики, блин, парни, я думаю, вам реально стоит рассмотреть такую штукенцию. Сидеть на этом байке не то, чтобы удобно, а охренеть, как удобно. Это просто ощущение непередаваемое. Самый кайф, что когда ты не педалируешь, ты просто вот так вот усаживаешься поудобнее, сидишь и чилишь, сидишь и кайфуешь. Не хватает только чашечки кофе. Оп, а вот эта чашечка с кофе. Отличный вариант для хипстеров, для тех, кто любит наслаждаться жизнью. И поверьте мне, старому засранцу я, когда катался на этом байке, научаясь держаться одной рукой, о чем мы поговорим позже, брал всегда с собой стаканчик кофе или какао и наслаждался жизнью, потягивая божественный напиток из этих сладких картонных стаканчиков. База велоса просто невероятная. Посмотрите расстояние от колеса до колеса. Здесь не то, что как у вашей бывшей дома пространства. Здесь просто пролетит самолет со свистом и размахом крыльев не заденет эти 26-е на минуточку колеса. И казалось бы, друзья, при таком-то клиренсе, да при таких-то колесах можно переваливать через любые бревна, которые вы найдете в лесу. Но нет. И здесь кроется первый минус. Не то, чтобы этого велосипеда. Вообще лиги радов. Дело в том, что, с позволения сказать, ваше седалище будет расположено ну вот почти прям над колесом. И сильные мира сего мне возразят. Макс, ну и в обычном МТБшнике почти такая же ситуация. Но нет. Ваша спина при обычном положении направляется вон туда, в сторону переднего колеса. А здесь нет. Здесь вы вывешиваетесь назад. Получается, что мы загружаем заднюю часть велика ну просто по максимуму. И передняя часть, ну, она практически неконтролируемая. Это реальный минус. Потому что, когда ты едешь, любая серьезная кочка будет сильно выбивать из-под тебя переднее колесо. И автор там специально предусмотрел амортизацию. И здесь, скорее всего, кроется второй минус. Но это уже данные конструкции. Конструктор расположил спереди подвеску, оснащенную амортизатором марки Fox. Она настолько крутая, что я даже не смог сфокусироваться на себя. Поэтому я в расфокусе, а в фокусе у нас амортизатор. С очень, так скажем, неплохим ходом, с регулировкой. Ну, то есть, все-все-все жирное, как мы любим. Я вам покажу это все в приближении. Вот, смотрите, внимание. Оп! Вот, видали, какая амортизация? Посмотрите, какая серьезная конструкция. Сразу видно, что ребята сделали все на совесть. И как это работает? Ну, неплохо. Дело в том, что, как бы я ни старался, заставить работать эту сволочную подвеску я смог только в режиме народного тыка. Что это значит? Это значит, вы зажимаете изо всех сил тормоза, а потом начинаете ее вот так вот сношать, сношать оке-папу-маму, и тогда вы видите ее работу. Работает ли она на ходах? Да нифига. Ты едешь просто настолько жестко, насколько это возможно. Честно сказать, я бы очень хотел покататься на Лигераде, где нет вообще передней подвески, чтобы провести реальное сравнение на ходах. Я не хочу вдаваться вот в эти инженерные подробности. Об этом вы можете дискутировать сами в комментариях, сказать, что я не прав, и передняя подвеска действительно нужна. Но знаете, где реально нужна подвеска? Сзади. А сзади у нас расположилась вот такая классная пружинка. Она и выглядит дорого, и скрипит приятно, и еще и не работает нифига. И заставить эту сволочь работать я не смог даже методом народного мать его тыка. И пока вы наслаждаетесь этим чумовым ракурсом, который я поставил, и завидуете размерам моих ляшек, не влезающих в шорты, я вам еще раз продемонстрирую, видите, ну ни в какую. И вот как на этом ездить по бездорожью? Ответ один. Не надо ездить по бездорожью. Я сегодня выступаю в руле оператора. Как видите, прекрасно держит дорогу, даже одной рукой. Второй рукой он что-то тоже держит. А, вот она, вторая рука. Все в порядке. За Саньком реально приходится на обычном МТБ-байке ускоряться, чтобы его догнать. Прохожие офигевают от одного только вида. Мальчик забыл, как его зовут. Машины не бибикают, не жмут, ну, за редкими исключениями. Вот такой вот городской тест-драйв от Санька с офигевающими людьми, которые смотрят на него. Люди не готовы к появлению Ринслера на улицах города, хотя Алигерадам уже достаточно много лет. Но все еще он остается вишенкой на городском тортике. По пересеченке ехать можно. И это даже не создает для меня никакого дискомфорта. В основном все очень классно. Даже если учитывать маленькие ямки, все равно очень даже весело. Без обид, Всеволод, каждая кочка, которую я встречал на своем пути, выстреливала меня из этого сидения просто в стратосферу. Да, я зажрался на своей фоксе, но черт возьми, если меня выстреливает, и я ничего не могу с этим сделать, ну как-то мне надо с этим справляться. Возможно, я не знаю каких-то премудростей катания на Лигераде, но я пробовал упираться тупо спиной в спинку и в педали, приподнимая попу, но меня тогда выстреливала спинка и нехило так отбивала почки. Я пытался наклоняться вперед, сидя на попе буквально на краешке, акипианист, и вот это еще как-то худо-бедно спасало. Но в остальном преодолевать, ну километров 20 по лесной дорожке, да по любой, оснащенной хоть корнями, хоть камешками, это просто тихий ужас. И когда я выезжал на нормальный асфальт, потому что ненормальный асфальт тоже отражается на моей попе болью, я благословлял создателя за наши классные Балашихинские дороги. Пешком с Арбаты до площади Гагарина, там хлопну бургер со здоровьем Сопянина. Пришло время поговорить о комплектации, я вам хочу сказать, что это не имеет никакого значения. Вы резонно спросите, как? А я вам отвечу. Дело в том, что байк является не серийным, это значит, что все, что здесь установлено, это прихоть заказчика. Вы можете поставить сюда вообще любой обвес, какой захотите. Хоть факсу, хоть срам, хоть что угодно, все Волод сделают это для вас, каким бы чудаковатым ваш выбор ни был. Самое простое, заказать все с чайника, с доставкой к нему на дом, и он уже впоследствии все накидает. Если посмотреть на байк сзади, то он выглядит так же прикольно, как и спереди. За счет спинки вот этого прикольного кресла. Сам дизайн мне очень нравится, такой довольно футуристичный. Здесь такая вот специальная дырочка под ваш позвоночник, чтобы его не натерло. И это очень грамотное решение. И сам кайф, что здесь подложка белая. Вообще, в идеале, ее сделать вообще из светоотражателя. Тогда в свете фар вот такая вот огромная ерунда будет привлекать немало внимания водителей. А в дневное время, кстати, парни на автомобилях оставляли, наверное, вот такой вот зазор для меня. Ну, чтобы сделать проезд безопасным и чтобы поглазеть. Они добавляли скорость, притормаживали, тихонько объезжали, смотрели, никто не бивикал, потому что, когда видят такое вот необычное зрелище на дороге, ну, водители ведут себя крайне заинтересованно, а это дарит нереальный кайф в плане безопасности. Ну, и раз уж мы говорим про седло, давайте продолжим. Я считаю, что это реально визитная карточка велосипеда. Мне очень нравится этот дизайн. Он футуристичный, выглядит очень классно. И у него очень реально много вариантов для перевозки различного снаряжения. Ну, несмотря на то, что, как мы уже говорили, клиренс позволяет здесь разместить огромный кофр, и, по сути, он есть, но в моей комплектации, к сожалению, не включен, вы можете здесь разместить большое количество снаряги. Но, помимо всего прочего, вот на этой спинке можно разместить штатив, большой такой, здоровый, как делаю я, 7-килограммовый. Плюс сюда же еще можно накинуть рюкзак. И, Всеволод, если смотришь этот ролик, доделайте вот эту вот ручку так, чтобы можно было сюда вешать лямки. Лямки небольших рюкзаков, они аккуратно ложатся на эту ручку, здесь закрепляете передним ремнем, и шикарно просто рюкзак сидит на этой спинке, просто в облипочку. Вот чуть-чуть вам надо сделать ручку пошире, чтобы любые лямки клались туда, и будет вообще огонь. Но где-то на исходе второго дня я уже нормально научился управлять одной рукой. Вы, наверное, подумаете, что из-за такой большой колесной базы на этом велике очень большой радиус поворота. Ну, в принципе, да. Однако всегда можно поставить лапку на асфальт и докрутить байк, и это, в принципе, не составит особого труда. Со стороны байк вот именно с такими размерами, на мой взгляд, выглядит гораздо более интересно и привлекательно. Поэтому я все равно за то, чтобы он был таким вот длинным. Почему я сказал, что это бета-версия хорошего Легерада? Здесь есть реальный инженерный косяк, который нужно устранить. Я не знаю, может быть, в данной комплектации это связано с тем, что он не настроен как-то, или где-то гайки надо довернуть. Я во все это не суюсь, это как бы не мое. Но реально у меня была проблема, связанная с воблой. Вобла, ну, в переводе со скейтерского языка, это когда вы на хорошей скорости, у вас начинает подвеска из-за мягкости вот так вот гулять. И, в общем-то, здесь то же самое происходит. Начинается вобла примерно в этом месте, и байк начинает раскачивать вот так. То есть здесь все устойчиво, а качается у нас вот эта вот часть. Я реально долго пытался сообразить, откуда это идет. Я хочу акцентировать внимание на швах. Это то, как должны выглядеть швы, ребята, потому что здесь очень старались, они их замазали, сделали просто все, чтобы здесь выглядела вся рама очень цельной. И вот даже маленькие какие-то детали, элементы, ты узнаешь в них гайку там или еще что-то, и ты понимаешь, насколько аккуратно это все сделано. Конечно, видно, что это селф-мейт, но все равно, ребята, из стелса позвоните в Севолоду и спросите, как он на стальных рамах делает такие швы. Но почему магазин, который продает байки, не продает лиги рады, но делает на них обзор, по сути, рекламируя? Потому что это русский человек, русский инженер, который взял своими руками и начал что-то создавать. И это поразило нас и руководству нашего магазина, честно говоря, до глубины души. И поэтому мы захотели его прорекламировать у себя на канале, чтобы вы знали о том, что есть такие парни, есть такие байки. Это очень интересный вариант. Если вы хотите познать что-то новое в велосипедах, попробуйте покататься на лиге ради. Стоит брать такой байк? Но если у вас есть лишние деньги, то, конечно, стоит. Да даже если у вас нет лишних денег, и вы рассматриваете к покупке велосипед, я думаю, вам стоит посмотреть и лиги рады. Вы не получите минус в скорости, вы не получите каких-то минусов, если вы хотите заниматься туризмом или вы хотите заниматься бревитами. Вы реально можете получить все это от данного байка. Конечно, в гору на него не вкрутишь, конечно, ты не выйдешь на какие-то прикольные спуски, ты не сможешь покатать на нормальной трассе для тех, кто занимается кросс-кантри, это как бы немножко другого рода велосипед. Но если вы интересуетесь байками для прогулок, для того, чтобы кататься на даче или в городе, для того, чтобы заниматься путешествиями, то рассмотрите и этот вариант тоже. Очень любопытная штука, очень необычная, очень странная, и она по-своему интересна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Близится темная сопливая осень, друзья. И это значит, что на канале останутся только самые верные подписчики. И если ты все еще не с нами, то вот это наша группа ВК. Это моя личная страница с открытой личкой, так что можешь мне даже что-нибудь написать. Хоть за Лиги Рады, хоть за что угодно. Не забудь проследовать за Лисой. Она покажет, как подписаться на канал. И самое главное, поделись этим видео с другом. Чем больше вы их распространяете, тем больше просмотров у меня. А это значит, что я буду с большим энтузиазмом снимать для вас новые ролики. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok